Добрый вечер дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие в университете рабочих корреспондентов. Тема интереснейшая. Особенности организации профсоюзной борьбы в морской отрасли. Занятие проведет председатель Межрегионального профсоюза работников флота Морской профсоюз Юрий Викторович Курнаков. Пожалуйста. Добрый день, друзья. Вопрос очень обширный и все прочее, поэтому если кого-то в дальнейшем эти темы заинтересуют, можно будет сделать отдельные и по каким-то разделам. Сегодня я вам сделаю немножко обзорную лекцию. Вкратце, на основные моменты останавливаюсь. И потом будут приведены определенные конкретные случаи из практики, чтобы было понятно. И дальше я отвечу на ваши вопросы. Поэтому начинаем немножко. Ну, немножко можно сказать, в принципе, о самом морском судоходстве мировом. То есть, морская отрасль, она одна из первых стала глобальной. То есть, то, что мы наблюдаем в различных отраслях по миру, то с морской отраслью это произошло намного раньше. Вот. Само мировое судоходство, если взять сейчас, даже если перечислить весь тип судов, которые, как сказать, есть в настоящее время, многие суда даже вам наверняка и неизвестны. Ну, сейчас основные – это грузовые суда, те, которые перевозят различные грузы. Основные перевозки – это в основном нефтепродукты. Сейчас большие суда – это сжиженный газ. Также есть суда поменьше. Есть суда чисто грузовые, там, балкера и все прочие контейнеровозы. И есть суда, так называемый, река-море, которые могут из речки, вот, по реке Лена, допустим, а там уже в море выходить. Либо, допустим, эти суда на река-море при определенных обстоятельствах могут ходить и по побережью, допустим, от нас, Санкт-Петербурга, в Финляндию тоже ходят. Вот. Ну, они, соответственно, у них своеобразная осадка, то есть поменьше могли заходить в речку. Также есть круизные суда, учебные суда, парусники. У нас есть очень много парусников. У нас перед, так сказать, когда Советский Союз, так сказать, погубили, я не буду говорить, так сказать, развалился, потому что развалили конкретные люди. Было построено много парусников. Ну, кроме Седов, Крузенштерн, все прочее, есть Паллада, Надежда, Херсонес, то есть очень много парусников, то же самое. Вот. Также есть у нас суда, которые обслуживают большие суда, нефтевышки и все прочее. Есть суда, которые приспособлены под нефтедобычу. То есть это целый завод, который самоходный, приходит в район, где нужно бурить, тут же выдвигает подводные, там у него есть, цепляется, здесь пробурил, добыл, потом снялся, ушел. Также есть заводы по сжижению газа, которые тоже передвижные. Самое интересное, что платформы нефтяные, которые мы знаем, да, нефть добывают, там общий состав трудового коллектива, начиная от нефтяника и все прочее, порядка 150 человек на плавбазе, то есть не плавбазе, это самое, на платформе, нефтеплатформе. Я когда был на Сахалине, пытался добраться, но не пустили меня. Там 30 человек судового состава, плавсостава. То есть там есть матросы и все прочее, есть даже должность капитана. Плюс, что еще, допустим, у нас есть рыболовный флот. Рыболовный флот тоже очень различный в том плане, что сейчас, начиная от прибережки, которые там рыбу ловят, были у нас плавбазные, есть сейчас процессоры, которые полностью ловят, перерабатывают и тут же консервы выпускают и прочее. Это вот современные эти суда, я бывал на таких процессорах, ну, там капитана Рубка, как будто ты заходишь как в космическом корабле. То есть у него телевизор, когда идет ловля рыбы, то есть все начинают заниматься именно, как сказать, вне зависимости от времени и все прочее, там все настроены на добычу рыбы. А капитан один управляет судом. И у него вокруг полностью обзор телевизора, все прочее, то есть все у него. Суда, которые швартуются плавбазным, не плавбазным, платформам, нефтеплатформам, они не имеют права привязываться к нефтеплатформам. И поэтому они заводят координаты и по спутнику установят координаты и полметра через три подрулища они удерживаются в ловле платформы. То есть представляете, какое это самое сложное суда и все прочее. Давайте немножко дальше, потому что я не смогу все это дело охватить, поэтому пойдем дальше. То есть это вот, ну и очень важная ситуация по морскому флоту, по рыболовному флоту. 70% морских перевозок, в смысле 70% вообще логистики осуществляется морским транспортом. То есть понимаете, осуществляется почему? Потому что это самый дешевый вид транспорта. По рыбакам, допустим, ну если взять историю, то в принципе развитие, как сказать, поселения людей во многих приближных странах шло за рыбой. Вот когда рыба шла, они туда дальше продвигались, на вылов рыбы. Ну, понимаете, что тоже это самая очень большая отрасль и тоже она очень важна. Вот. Суда эти все регистрируются, у нас есть морской регистр. Все они должны регистрироваться в морском регистре. В том числе регистр есть морской, потом есть рыболовный регистр. И все они по квалификации и все прочее. Ближе, сразу забегая вперед, скажу. В регистр, в том числе, кроме выдачи свидетельств на соответствие требованиям техническим судном, он выдает еще свидетельства о соответствии конвенции о труде в морском судоходстве. Хотя я считаю, что, в принципе, он не совсем прав. То есть, как ты оцениваешь? Здесь должен быть профсоюз. То есть, да, ему поручили, он выдает. Я даже скажу по этому поводу. А проверяет вот эту конвенцию сводную, я сейчас скажу по ней еще дальше, портовый контроль. То есть, капитан Порт, он есть портовый контроль, который инспектирует суда по парижскому токийскому меморандуму, ну, чтобы проще, он оценивает состояние судна, годность судна. А когда Российская Федерация приняла конвенцию о труде в морском судоходстве, на них просто навязали, опять же, эту функцию, чтобы они проверяли, как сказать, эти требования, в том числе и по труду. Мы тоже свои услуги предлагали, ребята, я даже проводил лекцию с этим спортнадзором, потому что они понимают, они говорят, нам как бы навязали, мы обязаны. А чем вы занимаетесь? Ну, если пожаловался, моряк, мы тогда что-то занимаемся. А как вы, контракты проверяете или что? Нет. Говорю, а там же написано в конвенции. Вот плавненько, вот перед конвенцией еще скажу. Так как я говорю о глобальной отрасли самой, то в чем она заключалась, прежде всего? В 70-м году появилась возможность, создались морские регистры, так называемые, в ашорных зонах. Мальта, Кипр, там потом Панама и все прочее. То есть, и они создали собственные регистры, и субвладельцы, прежде всего, немецкие, голландские, все прочее, начали регистрировать свои суда в удобных зонах, то есть, офшорных зонах. И мы называем это удобные флаги. Кипрский, мальтийский, там Белиза, там Маршалов островов, там куча всяких. Вот, Камбоджа, кстати, есть. И они стали, кстати, самыми крупными владельцами их страны, владельцами, что им суда принадлежат. Ну, как бы, они зарегистрировали у них. Ну, они просто плавят какую-то там зарегистрацию в офшорной зоне. И что самое главное произошло? Произошло следующее, то есть, судвладелец, который, ну, возьмем немецкого судвладельца, допустим, да, который выполнял требования трудового законодательства на своих судах, он остался тот же сам. Но судно зарегистрировано на Кипре. Все. Он уже подчиняется, как бы, регистру кипрскому, и по этому регистру можно нанимать уже не немцев, а любого. Филиппинца, индонезийца, русского, кто дешевле. Вот. И как было с этим бороться? Бороться очень трудно было, потому что вот дальше переходим уже к нашей теме более подробной. То есть, это конвенция МОД о труде в морском судоходстве. Она принята в 2006 году, но изначально, изначально, то есть, если пойти в историю, то есть, получается, что сами конвенции, МОДовские конвенции, Международная организация труда, первая конвенция была принята в 1919 году. И свод конвенции потом уже начал формироваться. То есть, это не только по морской отрасли, это по всем. Там сельскохозяйство, там шахтеры, любое, что вот вы, как сказать, подумали, по металлургам. Но, так как эта морская отрасль была более глобальной, и отдельно по морякам накопилось 87 конвенций. Кстати, вот хотел вернуться еще в первоначальное. То есть, первая конвенция, вот МОДовская конвенция, была принята в 1919 году. Вот. И она о чем говорила? О рабочем времени. О установлении минимального рабочего времени. Восьмичасового рабочего дня. Мы здесь вот говорили по этому поводу. Напоминает нам, а в связи с чем эта конвенция была принята в 1919 году? О минимальном рабочем времени. Не только для моряков, а вообще полностью. После 1917 года, скорее всего. То есть, наша социалистическая революция, она, так сказать, подвинула развитие этого дела. И по морякам накопилось 87 конвенций. До последней конвенции, кажется, было принято, я сейчас скажу, это было в 1996 году уже. Последней конвенции. Да, в 1996. 87 конвенций. Но ратификация проходила следующим образом. Одна страна ратифицирует три конвенции, другая четыре, третья пять. И в итоге, когда начинаешь какие-то права моряков отстаивать, говорят, а мы конвенцию этим не приняли. Поэтому в 2006 году собрались и, понятно, как принимается конвенция МОТовская, то есть, собираются представители стран, судовладельцы и профсоюзы. И вот это было принято, конвенция. И государства начали ратификацию. В 2012 году Российская Федерация ратифицировала конвенцию. И сразу скажу, намного легче стало. Но эта конвенция не распространяется на рыбаков. По рыбакам так до сих пор не принято. Поэтому я потом немножко случаев приведу. Если все-таки в морском судоходстве более-менее как-то порядок навели, то если взять рыбаков, там полный беспредел, что касается трудовых прав. Вот. Когда ратифицировали, ну, у нас сделали как нормально, да, то есть, как у нас в стране это все делается. Приняли конвенцию. Мы должны ее выполнять. Значит, что мы должны сделать? Я подаю в суд, допустим, по моряку. Именно по применению этой конвенции. Вот в Василий-Асутском суде. По минимальной зарплате. Там установлена минимальная зарплата, страховка установлена там минимальная. Я говорю, должны, они говорят, а мы ГК и ГПК руководствуемся. То есть, конвенция принята. Значит, должны быть созданы подзаконные акты, и в каждый документ должны эти изменения внесены, что касается. Этого до сих пор не сделано. Поэтому приходится, когда в суд подавать, ты начинаешь судье рассказывать, что должен применяться по конвенции. Ну, раз не прописано, как сказать, в ГК и ГПК, то есть, ты должен, соответственно, руководствоваться международной. Потому, что там выше. Выше, и мы приняли ее, и ее выполняем. Но все равно, как сказать, мы в этом направлении работаем. До сих пор трактуется по-другому у нас эта международная конвенция нашими, допустим, властями. Когда я, допустим, спорю, говорю, там написано, что принята минимальная зарплата по морякам, они говорят, мы этого не применяем. Подожди. Вот наше судно вышло с Санкт-Петербурга, пришло в Финляндию. Там тоже портовая контора пришла, сказала, говорит, какая у вас зарплата? Минимальная должна, допустим, матроса быть 1200 долларов в месяц. Говорит, почему не выполняется? Там, говорит, да-да-да, мы будем выполнять. А сюда приходят, все нормально. Никто не требует. Вот. Поэтому очень сложно в этом плане, ну, потому что конвенции, это трудовые отношения. Их должен контролировать профсоюзы, которые в этом деле понимают. У нас, получается, отдали регистру морскому выдачи свидетельства. Ты как обследуешь-то? А контроль портовому надзору, который тоже не заинтересован, это дополнительная нагрузка, им нужно же полностью, вот для того, чтобы не в этой теме разобраться, это очень сложно. Это нужно этим профессионально заниматься. Кроме того, я давно поднимал вопрос по организации морских судов. Во всех странах, которые имеют выход к морю, есть морские суды, которые имеют спецификацию, то есть, квалификацию в этом плане. Поэтому, когда ты обращаешься в суд, и тебе начинают, они просто разговариваются на разном языке с ними. До того доходишь, что я просто уже, как сказать, судьям объяснял, и даже, как сказать, небольшие лекции считал, что они должны делать. Вот. Поэтому есть морские суды, которые в момент эти вопросы решают. Момент. Но вот сейчас, допустим... А, ну, у меня был, допустим, такой суд... Я подаю в суд флаг Белиза на судне. Морякам не в плаче зарплаты. Судья отказывает мне в иске и говорит, нужно подавать по месту регистрации судовладельца. Я говорю, флаг Камбоджи. Там бумажная организация. То есть, там просто... Там нету никакой компании. Там просто бумажная регистрация. Он говорит... Судья отвечает, ну, нужно посмотреть, в какой области находится Белиз, и сюда подавать. Вот. И как разговаривать с ними? Может быть, они и хорошие, и там всё прочее. То есть, ну, они совершенную тематику это не понимают. Вот. А там же не только. Вот ситуация следующая, допустим. Порция контрол. Ну, моряк может сейчас напрямую пожаловать, допустим, Порция контрол и сказать, что не выплачь зарплату. Он имеет право задержать судно. Ну, вот у меня был случай в Севастополе. В Севастополе вообще бросил судно, ушёл. Ну, задержали они судно. А что дальше? А дальше нужно судно арестовывать. Нужно судно продавать. Кто будет оплачивать стоянку? Это же даже не машина бы во дворе бросил. То есть, он возле печала стоит. То есть, это идёт каждый день, капают денежки. Потом... То есть, нельзя просто судно. Надо минимальный экипаж туда поставить, который бы за судном следил. Много всяких нюансов. Кто будет заниматься? Он говорит, нет, мы этим не занимаемся. Всё, мы задержали всё. А что вы держать, если он просто стоит? Поэтому много вопросов таких, которые... С одной стороны, да, процесс пошёл, он вперёд. И как бы есть в этом плане, как сказать, улучшения по морякам. Потому что, когда я занимался до принятия конвенции, был, честно говоря, полный беспредел по морякам. То есть, даже были случаи, когда вот мы сидим, круглостор устроили, да? Прокуратура, миграционная служба, пограничники и профсоюз мы сидим. И вот все собрались по защите моряков. И там прокуратура, мы вот там всё прочее. То есть, мы на защите моряков, миграционную службу. Да мы там мышь не пропустим, там всё прочее. Мы на защите моряков, пограничники тоже все. А мы пригласили экипаж, который не получил зарплату. Они говорят, а можно вопрос? А и Росторонная инспекция ещё была. Говорят, можно вопрос? Вот вы так хорошо говорите, что вот мы в находке нанялись через компанию под уроустройство. Вот эту. Компания сама под флагом Кипра, а её владелец тоже сидит в соседнем кабинете, в находке, на морозокзале. Говорит, мы сейчас списали судно, зарплату не получили. Ну, тут прокуратура говорит, ну, это не наша юрисдикция, это иностранный флаг, там всё прочее. Да вот компания, вот он сидит на морозокзале. Не, ну, это же иностранная компания. Какая иностранная? Росторонная инспекция. Не, это не в нашей компетенции, потому что это трудовые отношения по России, это кипрский флаг и всё прочее. То есть, погранички, а мы-то здесь вообще при чём? И потом говорит, а вы обращайтесь в профсоюз. Вот, понимаете? То есть, механизм, когда разговор опять же идёт о том, что давайте, давайте, мы молодцы, мы на защите. А тут моряки встали и говорят, защитите нас. То есть, весь государственный аппарат не может. А мы можем, да? Потому что мы, да, как сказать, ну, опять же, но я здесь уже перехожу немножко к более конкретным вещам, потому что если говорить по конвенциям, всё прочее, то есть, довольно сложно по этому поводу говорить. Не то, что сложно, это можем вникать в эти вещи довольно это самое серьёзное. Были такие конкретные случаи, допустим, вот когда не была принята конвенция о труде в морском судоходстве, проходили следующие случаи. То есть, вот судно заходит в порт. Флаг иностранный. Ну, русский экипаж. Зашло в порт, ну, это было в Владивостоке, в Золотой Рог. С одной стороны Фрунзовский район, по другую сторону Причалы, Первомайский район. Судно стоит здесь. Соответственно, я подаю по месту нахожения судно. Подал в суд, суд выносит решение в течение 7 дней. То есть, вы понимаете, это понятно, вот если на заводе работник работает, завод никуда, Балтийский завод, там ещё какого-то, он никуда не исчезнет. А у меня судно ушло, его арест не наложили, всё, где больше сам искать. Поэтому я говорю, что требую немедленно, потому что такие обстоятельства, всё пишу, когда в заявлении в суд о действительных мерах по аресту, судья что делает? Она всё равно 7 дней выжидает. В это время судно с Фрунзовского района через залив, буквально, переходит в Первомайский. Я прихожу, она говорит, а он уже не в нашей юрисдикции, он в Первомайском районе. Я говорю, да вот это слово. Ну, слава богу, судно там задержалось, я всё-таки добился, уже к суде я прихожу в Первомайский район. Говорю, давай арестовываю судно. Она говорит, не арестую. Я говорю, почему? Я ещё жить хочу. Понимаете, вот такие моменты, то есть, ну, уходи с судей. Значит, твоя эта работа и всё прочее. Да, это были времена там от Лихии, но это было в 2000-х годах. В 2000-х годах, допустим, была ситуация, когда у меня плавбаза стояла непосредственно в Южной Корее. Рыбак Чукотки такая была, крупная, это была уникальная плавбаза, крабовая плавбаза, то есть, в мире такого не существовало. То есть, которая принимала краба, перерабатывала, консервировала там всё это, выпускала вот эти баночки, всё прямо на плавбазе. Уникальная плавбаза. Когда развалили нашу рыбную отрасль полностью, плавбаза оказалась у американцев. Тоже с крабами? Да, но крабов они не могли. То есть, они, соответственно, нашли двух наших бизнесменов-бандитов, которые там с Приморья, один там с Сахалин, другой с Приморья, но на самом деле бандиты. Через них решили получить квоты, но квоты не получили. И плавбаза просто стояла на рейде Южной Кореи возле Пусана. Ну, и мне позвонили ребята, говорят, так и так, что делают, и профсоюзы корейские. Я выехал туда. Там, получается, они держали рыбообработчиков. Зачем держать его? А по базе стоял уже 8 месяцев просто на рейде. И людей просто даже на берег не выпускали. Я приезжаю, взял этого инспектора, мы вместе с ним поехали на судно. Взяли катер, он на рейде стоял далеко. Там подъезжаем, нас на базу не пускают. Там, оказывается, кроме этих рыбаков, было еще секьюрити 20 человек. А начальник секьюрити, бывший начальник Ленинского РВД города Владивостока, который уходил в семьи. Они, нет, не пустили нас. Ну, это не Россия, Корея все-таки. Мы поехали с инспектором, он говорит, я сейчас полицию вызову, говорит, и всех имел ручки, всех на ручки закуем. Ну, потом остыли, пока на катере шли к берегу, пошли к нашему консулу. Там консул наш, российский, все прочее. Фамилия, по-моему, Мацигора Александр Иванович. Я ему говорю, а так и так, вот самое, там нужно нам на базу попасть. Что мне консул говорит? Юрий Викторович, ты знаешь, кому плав базы принадлежит? Потому что намекает на бандитов. Я говорю, а ты кто вообще? Ты вообще-то консул или кто? Ты чей интерес представляешь? Ну, позвонил он на базу, нас потом, кстати, на следующий день пустили на базу. Больных сразу пять человек оттуда забрали. Потом плав базу мы арестовали. Потом занимались репатриацией еще. Вернули рыбаков, потом плав базу арестовали. Она была, там целая история. То есть, мы все равно деньги получили, моряки там получили зарплату. Ну, все это получается, как, кстати, происходило. Те люди, которые должны выполнять свои функции, да, понимаю, то есть, самое тяжелое, все прочее, они просто не выполняли. У Купинада Порта свидетельствует о регистрации судна, просил. Он просто убежал от меня, говорит, сейчас ко мне придут тогда. Там, вот таким образом. Поэтому много таких случаев было, когда был случай, когда государство работало, наоборот, против. Было судно лахта такая. Ну, и для того, чтобы мы дальше действовали следующим образом. Мы знаем, что если судно сейчас уйдет, арестовывать уже нечего. Подавать его суд, не подавать. Поэтому мы, когда было возможно, сначала делали забастовку там. Забастовку полностью нельзя сделать. То есть, мы делаем прекращение работ. За исключением работ по обеспечению безопасности судна. Все. И судно блокируем практически. То есть, и от причала не выводим его и все прочее. То есть, капитан Порта говорит, отведи от причала. Я говорю, нет, не могу. Потому что отвязаться от штрафового условия, там все понятно. Обеспечение безопасности. А если нет, нет. Поэтому это действовало. И параллельно подавали в суд. Вот по лахте мы подаем в суд. Там судья принимает другое решение. Ночью спецназ наш. Тогда еще был не спецназ, а управление исполнением наказания. Маски-шоу. И мне, как в детективе. То есть, моряки бросают записку на причал. Они звонят мне ночью. А их просто, знаете, как пираты 20 века. То есть, захватили рубку и все прочее. Наши морские шоу с автоматами и все прочее. И вот я уже позвонил адвокату. То есть, мы с адвокатом прибыли туда и разблокировали судно. До утра мы все занимались этим делом. Разблокировали. То есть, вот таким образом. То есть, власти, которые должны вещать. Ну, 8 месяцев длилась эта борьба. Судно стояло у причала и все прочее. То есть, ну, в итоге все-таки моряки там получили зарплату. Вот. Поэтому много вещей было. Рыбу продавали. Вот приходит судно. Они говорят, что мы сейчас продадим рыбу. Ну, суднодельцы. А мы знаем, что он уже флот весь распродал. Это последнее судно, которое зашло. Мы сейчас продадим. И 13% то, что положено морякам от вылова, они получат. Я говорю, закрывайте трюма. Закрыли трюма. Делали тоже все официальные бумаги сделали. Уведомили милицию, капитана Порта, все прочее. То есть, вот. Суднодельцы побесил, побесился. И я говорю, сколько? 13%? Давай, отдавай на меня. 13% рыбы. Тут же он передает на профсоюз. Мы тут же на складе, там, где сдали рыбопродукции, она наша. Дали объявление, продали сами рыбу. Морякам выплатили зарплату. Вот так вот. Поэтому много всяких вещей. То есть, ну, из интересных вещей было еще, когда у моряков паспорта отобрали. Там тоже было такое. То есть, мы занимались этим делом. Но мы связали с перевыборной компанией, с моряков паспорта отобрали. Они не имеют права голосовать. Забрали это. Таможня передала ФСБ. То есть, они там пытались найти там контрабанду. Потом сами вынесли это. Я все в пресс-релиз, что моряков лишает права голоса на выборах. Все прекратилось. Уже просто передали, просто отдали. Говорят, без расписки. Возьми документы все. Вот таким образом. Вот. Ну, что еще? Хотел бы сказать еще немножко о пиратстве. К сожалению, это очень большая проблема. Мы все слышали о Сомали. Но оно идет во многих точках мира. Я не буду рассказывать те случаи, которые всем известны. Все прочее. Сомали и все такие есть. Я расскажу немножко информацию. Теми случаями, которыми я лично занимался. Первым случаем занимался в 1995 году. Это судно Linkstar. Там было на Linkstar 23 человека, экипаж. Судно принадлежало Амурскому пароходству. И вот они подходили в Сингапур. Шли через Малакский пролив. А там как раз очень пиратское место. И исчезли. Я, в принципе, этим вопросом занимался. В том числе есть международное бюро по расследованию этих пиратства. С ними связывалось все прочее. То есть, следов вообще не нашли. Ну, а как правило, это делают следующим. Груз очень дорогой был. То есть, это даже не Сомали. Когда арестовывают, требуют выкуп. Здесь вообще ничего. То есть, просто моряков на берег. Скорее всего, просто их это самое расстреляли. А груз забрали и продали где-то. Все. Второе судно было уже не в 95-м году. Это было судно в 2008 году. В январе месяце. Это был капитан Усков. Вышел с Ванина на ремонт. Тоже в Сингапур пошел. И в Восточно-Китайском море он просто пропал. Здесь, конечно, ситуация может быть связана и с пиратством. Там тоже есть очаги. А может связана совершенно с другим. Чтобы было понятно, если взять статистику, это можно найти в интернете. Вы просто удивитесь, сколько судов вообще исчезает, пропадает. Сколько кораблекрушений у нас в мире за год. Это не один десяток. Во многом ситуация была с Усковым, когда разбирался судно. Я запросил Роскосмос. У вас ходят спутники. Все прочее. Где судно? Вы должны знать. То есть, нет, мы ничего не знаем. А кто же? Зачем тогда спутники запускают? Чтобы эти клоуны на пылесосах летали по станции. Я имею в виду МКС и все прочее. Короче, ничем не помогли мне. Ну, тогда уже анализировалось ситуацию. Но есть еще аварийный спасательный буй, который сам выходит непосредственно. Если судно даже утонуло, он всплывает и на спутник передает свои координаты. Он не сработал. Но многие думают, что такое, как произошло. Я знаю почему. То есть, вот этот непосредственно буй, он стоит очень дорого. Там где-то тысяч 15-20 тысяч долларов. А судно-дельцы частные. Бывает шторм. И его просто с палубы смывает. И начинает судно-дельцы на капитана. То есть, вот по твоей вине там заплатишь с кармана. И что делает экипаж? Они бывают, что это просто приваривает его к лирам, либо привязывают. И, соответственно, если судно ковыркнулось, то Месси ушло с этим буйом. То есть, вот здесь, опять же, виноват, как сказать, капитан. У меня был случай, когда был шторм из Южной Кореи, судно река-море. А река-море вы видели, то есть, она плоскодонная и длинная. И штурмовое предупреждение получил. Должен был идти из Южной Кореи в Владивосток. Он сказал, не пойду. Судно-дельцы ему, так, убытки и все прочее. Я тебя уволил. Он говорит, увольняю, я не пойду. Перед этим судно параллельно вышло. Поломалось пополам. Вот оно с экипажем. Поэтому здесь тоже нужно... Понятно, что все хотят заработать деньги и все прочее. То есть, ну, ты капитан. Ты еще имеешь ответственность перед экипажем и все прочее. Так что, вот, вкратце, конечно, если говорить более подробно, здесь времени, конечно, много уйдет. А, по коллективному договору. Да, вот я немножко хорошо, что напомнили. То есть, я вот для образца... То есть, что дает конвенция, которую мы приняли. Практически, когда коллективный договор я заключаю с судном, все эти конвенции, которые там... Они включают, вот если посмотреть, допустим, то, что в моторской конвенции, вкратце. 20-го года. О минимальном возрасте для работы в море. 20-го года. 1920-го года. О пособии по безработице в случае кораблекрушения. Конвенция 20-го года. О трудоустройстве моряков. 21-го. О медицинского свидетельства подростков на борту судов. О трудовых договорах моряков. О репатриации моряков. Свидетельствовать о квалификации лиц командного состава торговых судов. О оплаченных отпусках моряков. То есть, когда я составляю коллективный договор, я опираюсь, естественно, на эти конвенции. И вот я, для примера, зачитаю, допустим, коллективный договор. Вот конкретно я заключил с судом владельцем. И здесь вот просто берем, допустим, первый идет срок найма. Оговариваем срок найма. С какого периода, по какой. В данном случае, допустим, моряк принимается на работу. Срок 4 месяца. В данном период может быть увеличен до двух, уменьшен до одного. Соответственность производства не обходилась. Ну, бывает, судно просто не может зайти в порт, репатриировать моряка. Смотрит и не может его оттуда репатриировать. Дальше. Зарумная плата. Зарумная плата не то что оговаривается, плюс еще целый расчет. Рабочее время. Моряки, вы понимаете, что как моряк? Он же не может работать 8 часов, потом пошел на свой возраст. То есть, куда он пойдет в судно. Поэтому все это тоже отработано через конвенции. Определено, что моряк может перерабатывать 103 часа. Ну, вот то, что у него, допустим, в любом случае находясь на судне, он перерабатывает. И посчитали, что в месяц его переработка составляет фиксированная переработка 103 часа в месяц. Поэтому 103 часа оплачивается отдельно. То есть, это считается как бы сверхурочной, но они оплачиваются на 25% больше. Если выходные, праздничные дни, если выше этой переработки, то уже оплачивается в двойном размере. Здесь же описано, допустим, если авральные работы аварийного характера, то они идут уже, как сказать, и не идут в двойном размере. Если в зону военных действий идет моряк, знает, в зону военных действий лойдом публикуется. И моряк имеет право отказаться, либо идет, и тогда ему в двойной тариф. По этому поводу. Дальше, допустим, время отдыха. То есть, здесь, что моряк, это после, должен в сутки иметь не менее 12 часов отдыха. Комплектация экипажа. Какой самый минимальный состав экипажа, все прочее, чтобы он был соответствующим свидетельствам о судне, там, в минимальном составе. Медицинское обслуживание. Оплачиваемый отпуск. Потеря жизни. Вот, допустим, по нашему коллективному договору получается, что компания, в случае смерти моряка, во время работы, выплачивает ему 180 тысяч долларов. Сколько? 180 тысяч долларов. Тысяч? Да. 180 тысяч? Долларов. Считайте. Сейчас трудно считать. На 100 сейчас умножать нужно. 180 тысяч долларов. 18 миллионов, которые на судне. Это больше, чем сейчас на Донбассе. Да. Командируется, по-моему. Вот. Идет компенсация по потере трудоспособности. Все это оговорено в коллективном договоре. Репатриация. Если судно, допустим, в немоеходном состоянии, моряк имеет право с этого судна уйти. Вот. То есть, там через 14 дней. Все полностью. Здесь прописано, что во время работы, какое питание, в каком размере оплачивается суд. В данном случае 8 долларов в день на одного моряка. Жилое помещение, соответствующие стандарты. Матрас, подушка, одеяло. То есть, все это прописано. Ложки. И это сделано не просто так. Это потому, что с 20-го года. И вот эти все конвенции писались. Не просто так. Оно, как, кстати, где-то в крови написано. Где-то вопрос решался, что это уже было просто необходимо прописать это все. Вот. Даже по потере имущества, моряк потерял имущество свое, там какое-то на судне имел. Компенсация по имуществу предусмотрена. Вот. По окончанию найма и все прочее. Поэтому и к этому уже коллективному договору прикладывается индивидуальный контракт, который ссылается на этот. Вот. Здесь еще что я хотел сказать. Если взять... Мы опираемся на трудовой кодекс. И закон о профсоюзах. Но трудовой кодекс, он никаким образом не соответствует работе моряка в море. Вот смотрите, допустим, пример. Чтобы выйти на коллективные переговоры непосредственно с углодельцем, нужно по закону о профсоюзах иметь членство. 50 плюс 1 человек, да? Вот, допустим, где я буду этих моряков ловить? Они могут наняться здесь, в Санкт-Петербурге. А может наниматься... Компания здесь находится, а судно сюда вообще не заходит. Мне нужно ехать куда? За границу, куда-то еще, чтобы... Ну, хорошо, допустим, я даже на судне... А мне нужны все суда его, допустим. У него, допустим, 10 судов. Это должно быть на 10 судов каким-то образом. Ну, в крайнем случае, можно через круговую компанию, бюро по туру суть, у которого у него отдел кадров. А отдел кадров у него и компания находится. Он может... Самый отдел кадров может находиться в Ростове, допустим. А может вообще это... Он позволяет... Наша вот законодательство, когда было принято по морякам, оно сейчас предусматривает... Это опять же мы дико протестовали против этого. На наше судно под российским флагом наш кодекс торгового мореплавания позволяет нанять практически всех иностранцев. Кого? Всех иностранцев. То есть... Кроме капитана из Тормеха. Это я говорила. То есть, если вы, допустим, судно заходят под российским флагом, и вы видите там капитан, допустим, Тормех российского гражданства, а остальные филиппинцы. Это нормально сейчас. Это защита наших рабочих мест. О чем говорит наше правительство. А это было сделано вот, недавно. Это было лет 10 назад было сделано. Трудовые контракты разрабатывали для иностранных моряков. Понимаете? То есть, целая законодательная база была. Если наши... Когда были приняты поправки в кодекс торгового мореплавания, что могут иностранцы наши... Тогда для иностранцев было сделано их права, все прочее. То есть, все было расписано. Но в то время для российского моряка не было никакого трудового законодательства. Это, как мне напоминает, не знаю, кто-то из мористов наших рассказывал, говорит, да, есть традиция в азиатских странах, что дорогому гостю, супругу, моют ноги. Говорит, у него в основном стране мира нет такого правила, что сам хозяин ложился с грязными ногами. А вот у нас, как-то в России, именно так и все поставлено. То есть, для иностранного разрабатываем, а для российского моряка ничего нет. И поэтому, когда я, допустим, смотрю наш трудовый кодекс, у нас, что я моряку сейчас скажу, что... У нас какая оплата? Ну, минимальный размер есть. Ну, средний прожиточный минимум. И знаете, к чему это приводит? Вот я был в Калининграде. Судно, Курденштерн, Седов, парусные суда. Чтобы было понятно, капитаны там, это уникальные. Их меньше, чем космонавтов. Намного. То есть, в мире. То есть, это уникальный. Да, парусник, капитан, парусник. Самый парусник, да? Да, да, да. То есть, это уникальное судно, это уникальные люди, которые на этим судно работают. Знаете, сколько зарплаты у него? Она рассчитана по другому конусу. 23 тысячи рублей. Нормально. Я спрашиваю, а он принадлежит, парусник, Седов и Курденштерн, принадлежит мореходке калининградской рыболовной. Я с ректором разговариваю. Как он? Ну, мы не можем добиться, говорит. Мы не можем добиться, потому что я ищу изыскивать средства, чтобы доплачивать. Но все равно я доплачиваю там все равно минимум. Поэтому у нас все парусные капитаны, которые были, я лично многих знал, они все работают за рубежом уже. Это уникальный специалист. И как можно применять трудовой кодекс? Они говорят, а мы вот по закону, по трудовому кодексу, все прочее. То есть, сколько страховка? Где прописано в трудовом кодексе, допустим, минимальная страховка по экипажу? Нет. Где минимальная зарплата? Ну, хорошо, завтра вы подготовите в Макаровке моряка и скажете, иди на парусник, пока до капитана 23 тысячи не будешь получать, но сегодня можешь 14 тысяч получать. И что моряк скажет? В лучшем случае, если он имеет знания, получил все прочее, пойдет в иностранную компанию, где нормально было. А мы проведем его обучение за бюджетные деньги. То есть, я вот с ректором встречался, разговаривал с Макаровкой. Ну, да, такая ситуация. Готовим за бюджетные деньги, бюджетные места, он получает образование и уходит за границу. И это мне, как в Советском Союзе было, что нужно 5 лет там или 3 года отработать после окончания по направлению. То есть, мы за свои деньги готовим кадры для иностранцев. И вот я встречался в Минтрансе, встречался в записке, в агентстве морского речного транспорта. Все это есть. Ну, бьешься, как головой об стену. Вот, может быть, сейчас это что-то изменит. И вот еще один момент. Ну, вы знаете, допустим, ситуация с пандемией, да, у нас была. Ну, мы знаем, что страдали мы там. Мы сидим дома там, не выходим, маски там, нас там штрафуют. Вот, еще что-то. Вот. А вы думали про моряков хоть раз? Моряки-то вообще как в тюрьме. То есть, они, судно приходит, они на берег не могут сойти. Вот, допустим, он четыре месяца там сидит, или шесть месяцев сидит. Раньше он мог хоть на берег выйти, не может. Дальше. Репетрируется, то есть, моряк должен четыре месяца проработать, у меня моряки работали по году. Не могли нигде улететь, списаться. Они заходят в Бразилию, в Бразилию говорят, нет, не можем. Заходят в этот самый, в Китай, нет, не можем. Вот, с трудом в Владивостоке их писали. Так там уже старпом уже практически с ума сошел. Это тяжело, то есть, ну, понимаете, вот. В коробке, это как в тюрьме. А сейчас вроде, да, вздохнули, все прочее, вроде начали моряков выпускать. Сейчас у нас это спецоперация военная. Да, она справедливая, все прочее, мы все это понимаем. Но, что пошло? То есть, начали наши суда бойкотировать. Я не говорю, допустим, что там угрозы по поводу во время нейтральных вод. Вот, в портах бойкотируют. И знаете, кто бойкотирует? В ужасные профсоюзы. То есть, докеры приходят, не разгружают суда. Вот. Я говорю, хорошо. Если судно под российским флагом. Судно под кипрским флагом, российский экипаж. Судно иностранное фактически, да? А там российский экипаж. Не разгружай, потому что там находятся русские граждане. Я говорю, а как вы будете делать? Допустим, многие суда, допустим, там смешанные экипажи. Два филиппинца, три индонезийца, два англичанина, три русских, четыре украинца. Вы что будете делать? Выкидывать русских моряков? То есть, вообще идет какое-то такое, в голове не укладывается. То есть, полностью. Это несоблюдение. Я не говорю о конвенции по труду. И потом профсоюз. Вы должны солидарны быть. Вы что делаете? Это же нацизм. Но понятно, что это заказ. И у нас есть два объединения международных. Есть Всемирная Федерация профсоюзов, которая ближе к 45-м году была создана. И она левых взглядов, левого направления. А вторая создалась в 49-м году, когда был принят план маршала. И мы отказались в этом деле участвовать. Тогда они создали свое. И вот эти буржуазные профсоюзы, они просто сейчас уже с ума сошли. Начали добить, ну это как называть, по национальному признаку. То есть, это геноцид уже. Понятно, что и по ним это дело ударит, все прочее. Но это уже какая-то самая бешеность, только говорится. Не знаю. Ну вот. Вопросы, пожалуйста. Причитайте. На судне команда 15-20 человек. Моряки напрямую входят в профсоюз или есть первички на судне? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как вступают в профсоюз? Вот смотрите. Я уже немножко по этой теме сказал, что бывает, что практически такого не было. Раньше в Советском Союзе было таким образом. Вот Балтийское пароходство. Сюда, приезжая к Балтийскому пароходству, российский флаг, отдел кадров к Балтийскому пароходству. Все понятно. То есть, соответственно, можно создавать при Балтийском пароходстве первичную профсоюзную организацию и все прочее. Сейчас практически такого нет. Мы уже не можем добиться, чтобы моряки работали на бессрочных контрактах. Позволено. Ну и моряки тоже еще не хотят бессрочных контрактов во многом заключать, потому что компания не понравилась, ушел в другую. И получается, что моряк отработал 4-6 месяцев. Он ушел в отпуск и туда уже не извратился. Нанимается он не самой компанией. Компания чисто занимается своим бизнесом. То есть, перевозка груза, допустим, и все прочее, все доходные компании. Он заключает договор. Ну, в лучшем случае, допустим, заключил договор здесь, в Санкт-Петербурге, с круинговой компанией. Это компания по набору экипажа. И ситуация такая, а как заключить договор? А круче, я не слышал. Да. Получается, каким образом включить договор, то есть, в Круинге. А если человек пришел с Ростова или еще где-то? В данном случае очень сложно. То есть, первое, есть инспекторат, который ходит на суда, инспекторат профсоюза. И с моряками беседует, на судне можем. Либо, допустим, мы договариваемся с отделами кадров или крупными компаниями, там с моряками встречаемся. Что касаемо коллективного договора, практически невозможно заключить. Если действовать по нашему закону, заключить его невозможно. Потому что завтра оказывается, что у тебя нет членов. Поэтому здесь действуем уже по-другому. То есть, смотрим, каким образом. Ну и совладельцы, чтобы было понятно, у нас нет государственных совладельцев практически. Даже Совкомфлот, который там наполовину иностранный, все прочее, это капиталисты все равно. Поэтому, чтобы заключить с ними коллективный договор, нужно найти такие моменты, чтобы их заставить заключить коллективный договор. А сам коллективный договор очень сложно. Мы как бы создаем, вот если бы крупная компания, допустим, там 18 судов. Компания, на самом деле, офис имеет постоянный, допустим, здесь. Да, мы пытаемся там сделать. Вот сейчас с Институтом Антарктики, Антарктики разговариваем. Мы там у них сделаем правкомысники. И через их отдел кадров будем агитировать, вступать на суда. Суда-суда заходят. И мы будем агитировать, чтобы они вступали в Россоюз. Ну, вопрос очень сложный. Очень сложный в этом плане. Следующий вопрос. Какие национальные и международные профсоюзы моряков существуют? Ну, вот я уже немножко этой темы коснулся. То есть, она очень сложная. В том плане, что, вот смотрите, есть профсоюзы, ну, международный профсоюз. Ну, как мы считали, моряки там тоже мало понимали, когда говорю, зачем нам местный профсоюз, мы вступим в международный профсоюз. Нет понятия международный профсоюз. Есть международная организация, которая, международная федерация транспортных рабочих. Там есть подотделы, железнодорожный транспорт, там автомобильный, в том числе морской и рыболовный транспорт. И в секции докеров входит. Но, дело в том, что эта организация, как сказать, ну, первое, она замыкается на организацию Всемирного конфедерации труда, которая в 1949 году создалась. Буржуазная. У них в 1949 году они приравняли фашизм, коммунизм в одну линейку. Сейчас посмотреть на эти сайты ITF, которые МФТО, да, которые международный профсоюз, там ужас что творится. Там идет практически геноцид нашего, как сказать, русских моряков. Поэтому вот есть такой профсоюз. И я довольно тесно знаю структуру. Я, как сказать, с 95-го года пытался с ними сотрудничать, и казалось, что они на стороне моряков. Но на поверку оказалось не так. Поэтому вот международный профсоюз вот такой есть моряков. Если, ну, сейчас вот мы создаем морскую секцию в транспортном, есть секция по транспорту Всемирной Федерации профсоюзов, левая, которая самая. Сейчас мы будем создавать морскую секцию отдельную, в которой будут входить профсоюзы морские. Винусселы, Куба, Бразилия, Китай, Индия, Сирия. То есть, те профсоюзы, это будет сила. Получается, что как бы вроде бы на словах и много, на самом деле вот МФТ, 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 Транспортный МФТ, много сделал. По коллективным договорам, все прочее. Но, понимаете, идеология совершенно другая. Она не направлена на защиту среди моряков. Они тоже как коммерческая организация для профсоюзов, вот эти международные. Если брать, допустим, здесь, по России, то у нас получается как бы здесь три профсоюза. Один профсоюз – это профсоюз работников водного транспорта, который входит в систему ФНПР. И, в принципе, они не перестроились, и они остались в такой структуре никакой практически. Вот у них были мощные структуры, Баскомфлоты такие, там, Балтийская пароход сюда входила, потом ходили это организации, судостроительные заводы, там, порты и все прочее. Сейчас у них никого не осталось практически. И они сами никакие. То есть, они как бы позиционируют себя за защиту моряков. Но и моряков нет практически. И моряки им не доверяют. Есть структура российского профсоюза моряков. Они позиционируют, что они на защите моряков, но они входят как раз в эту федерацию транспортных рабочих. И вот когда сейчас наших моряков везде задерживают, они ни слова об этом даже не пишут. Третий профсоюз – это вот, который я представляю, это Международный профсоюз работников флота, морской профсоюз. Вот. Дело в том, что, почему, допустим, есть российский профсоюз моряков, есть профсоюз работников, общероссийский профсоюз работников водного транспорта, они назвали себя, но если зато подать в суд, они такими не являются. Потому что, согласно законодательству, должны представлять более 50% субъектов федерации, чтобы иметь российский статус. Поэтому я и не стал, как сказать, называться российским. Название межрегиональное. Потому что можно было до 50. Потому что моряков все равно, ну как вы можете в 50 субъектах взять моряков? У нас Мурманск, Архангельск, Новороссийск, Владивосток, Находка, Санкт-Петербург, Калининград. Где 50%? Поэтому, как бы, ну, не хочется себя хвалить, но я, в принципе, долгое время поработал в российском профсоюзе моряков. Но оттуда ушел именно по принципам в 2012 году. А потом уже, когда ко мне обратились, сказали, надо все-таки делать структуру, то есть, которая бы, на самом деле, защищала. Просто вот эта структура российских профсоюзов моряков, он, фактически, защитой сейчас не занимается. Есть. Можно просто получать взносы и ничего не делать. Это отдельная тема. В какую систему входит ваш профсоюз, я так не слушаю? В союз профсоюз в России, а, соответственно, мы входим... В СПР, да? Да, в СПР. А также мы входим в Всемирную Федерацию профсоюзов. Я являюсь членом транспортной секции в Всемирную Федерацию профсоюзов. И мы сейчас создаем там морскую подсекцию. Вот таким вот. Следующий вопрос. Есть ли практика заключения коллективного договора через забастовку или ее угрозу? Конкретный случай. Судовладелец никогда, и работодатель тоже, не будет добровольно заключить коллективный договор. Тем более по морякам. Представляете? Он только сказал слово, он только списал, другого поставил. Все. Поэтому практика была такая. Через забастовку, да. Мы объявили забастовку. Судно вышло с Владивостока и объявило забастовку на рейде Японии. Забастовка длилась 6 месяцев на рейде стрелу. Судовладелец никакого не хотел. Российский владелец, а мужское речное проходство. Он подал в суд. Потратил порядка 300 тысяч долларов на борьбу. Но мы там тоже наняли адвоката уже в Японии, потому что в Японии судились. Потому что почему в Японии, я сказал морякам, мы хотим заключить договор, мы поставим бумагу, компания не проигнорировала. И когда я говорю, ребята, вы можете встать под забастовку, потому что у нас будут проблемы сейчас здесь в Владивостоке. Давайте там возле Японии встанете. Они встали возле Японии. И мы подключили японских профсоюзников. Потом судились. Суд принял. Японский суд. А там вообще интересная ситуация в Японском суде. Не как у нас. Дебаты и все прочее. Они просто предоставляют документы. Я постоянно был на связи с экипажем. Судебные решения все эти смотрел. Раз, компания. Давайте документы. Судья. Раз. Профсоюз. Давайте документы. Все. Следующее заседание. Есть дополнительные документы? Есть. Давайте документы. Раз. Два. Третье заседание. Есть документы? Нет. Все. Назначается суд. Выносит просто решение. Обязать судовладельца. Вступить в переговоры. Заплатить экипажа за время вынужденного прогулок, который не стоял на рейде. В кассе должно быть судовой. Еще минимум двухмесячное обеспечение на зарплату моряков. Вот таким образом. Что еще, допустим, как еще я действовал? Тоже судовладелец. Вот когда говорят, допустим, есть международное законодательство. Вот там, смотрите, как на Западе. А вот у нас такого нет. Когда столкнулся с этой системой, как раз на японских тоже обжегся сильно. Я не думал, что в шесть месяцев придется американам там бастовать. В каждой, какого бы ни было законодательства, в каждой стране есть свои законы. Что-то приняло, что-то не приняло. Есть, допустим, в Японии оказалось возле стенки причала нельзя бастовать. Вот на рейде только. Очень много всяких моментов. И поэтому в каждой стране по-своему. Когда судовладелецу говорю, так и так у тебя нет коллективного договора. Без коллективного договора тебя могут... Вот ты ходишь в Японию, в Южную Корею. Могут тебя тоже... А что делать? Я тебе предлагаю коллективный договор, который ты можешь заключить. И который будет тебя защищать от тех. Он говорит, да, мне все равно. Судно идет в Японию. Я узнаю, куда оно идет. Звонил в Японский профсовет. Я говорю, слушай, Ямашито-сан, ты можешь судно посетить? Он говорит, у нас бастовки запрещены. Но они этого не знают. Он приходит на судно. Дает им бумагу на английском языке, что судно будет подверглено акции. Создание докера и все прочее. То есть судно будет остановлено. Он соблюдает звонить мне. Слушай, что делать? Слушай, ну не знаю, что я предупреждал. Говорю, давай я позвоню сейчас. Ты извини, я говорил, что такое произойдет. Не знаю, мне нужно уговаривать. Ну, я позвонил, говорю, Машито, я просто дам бумагу, а заезжать-то не могу. Я говорю, хорошо, хорошо, все, пошло. Потом говорю, давай быстрее бумагу, что мы вступили в переговоры. И коллективный договор подписан. Он говорит, все хорошо. Ну вот, добровольно, когда идет, ну, понимаете, капиталистам никогда добровольно ничего будет заключать. Поэтому тоже всякие методы спередут. Так, вопросы закончились. На выступлении не записались. Заключить на слово. Ну, хотел бы, я занимаюсь профсоюзом уже с 95-го года, и все, что вот я сейчас вынес для себя, за свои права нужно бороться. Как бы оно ни складывалось. Да, приходится надо выбирать между тем, что как бы дальше что-то не вышло, я лучше сегодня где-то промолчу, может мне не заметить ничего, оно дальше только ухудшается. Поэтому, да, в борьбе приходится чем-то жертвовать, но без борьбы никаких трудовых прав вам никто просто так не даст. Спасибо, Игорь Викторович. Замечательная лекция просветила вас. Так, значит, тогда, спасибо, да. Объявление. В следующий четверг встречаемся. Тема лекции «Борьба за прогрессивный коллективный договор». Занятие ведет делегат российского среди Тарамочев Шилов. В следующий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok